Не все знают, что по договору между Латвией и Россией, каждая страна обязуется содержать и благоустраивать воинские захоронения на своей территории. Тем не менее, братские кладбища и некоторые памятники еще недавно были в выпиющем состоянии. А большинство равнодушно смотрело и на преступления вандалов, сдирающих металл с монументов, и на дела властей придержащих, которые стремятся убрать мемориалы подальше с глаз. Все знают о случае в 2007 году, произошедшем в Таллине, о варварском переносе бронзового солдата с центра города Таллина на военное кладбище. Но почему-то в наше время мало замечают и вот этот памятник, памятник освободителям Даугаспелса, который точно так же был перенесен в 90-х годах, варварски перенесен сюда, на тоже военное братское кладбище. Наш долг сегодня помнить о тех людях, благодаря которым мы смогли родиться и жить. Поэтому партия Даугаспелсадземшина приняла решение провести здесь субботник. Сегодня многие общественные организации, предприятия, школы взяли шефство над братскими могилами, убирают, приводят в порядок, а главное хранят живую память. Железнодорожники на протяжении многих лет проводят субботники накануне 9 мая. На сей раз первыми начали работы на гарнизонном кладбище молодежная организация «Возродим вечный огонь» и партия Даугаспелсадземшина. Этот участок, конкретно если говорить о нем, то еще с 90-х лет, когда я сюда приехал, всегда было распределено конкретно у нас это участок эксплуатации. Мы занимались даже в те годы, когда не было субботников, всегда до 9 мая каждый считал для себя честью и поухаживать за этими кладбищами. Здесь все-таки в течение всех этих лет с 90-го года были и немножко памятники подкосились, и вывески, и имена стирались, поэтому у нас художник постоянно это дело смотрит, звездочки рисует, имена дописывает белим, и каждый год мы убираем. Эстафету подхватывают и другие. Даугаспелс начинает подготовку к празднику Великой Победы.